доброго дня дорогие экофренды у меня к вам сразу вопрос вы участвуете в ресайклинге по крайней мере на бытовом уровне это процесс при котором некие отходы перерабатываются в продукты еще пригодные для использования например можно делать цветочные горшки из пластиковой тары или посмотрите у нас холодильник он был старый его хотели выбросить а теперь он так замечательно стилистически вписался в интерьер если брать уровень более глобальный то например из макулатуры делают экоупаковку из старых шин дорожное покрытие сегодня мы встречаем в студии гостя который также увлечен этим процессом и у него есть большие достижения он развивает свой бренд и рискин и создает красивые чехлы сумки из пластика и вторичных материалов использует баннеры тентовую ткань пвх и другую встречаем в студии нашего гостя артур очень рады приветствовать вас в нашей студии к тому же у вас такая замечательная инициатива вы создаете вот такие чехлы самые разные из пвх материалов расскажите как вам пришла такая инициатива вообще делать вот такие замечательные вещи с пользой для экологии идея ко мне пришла спустя она пришла ко мне не сразу это все был путь поочередно сначала начал как обычный бренд одежды который решил стартовать с самого простого варианта который есть это по моему мнению сделать шопперы особенно в тот момент как и сейчас многие делают шопперы сумки это самый легкий плавный старт а вообще все вылилось от любви к одежде я очень люблю одежду люблю материалы строительная одежда для меня функционал это также важно как и дизайн вот поэтому я начал пробовать делать свои сумки и уже хотел так чтобы мои изделия служили годы чтобы это не было полгода чтобы жизненный цикл сохранялся надолго очень вот и когда я начал делать сумки из материалов которые покупал первичных материалов не вторичных это были эффективные сумки вот я понял спустя время они хорошо продавались приносила мне прибыль все было здорово я делаю рекламу сам тоже очень нравился процесс но потом я увидел то что эти сумки они не живут долго вот они уже теряют свой вид и свои свойства и свой функционал он тоже падает поэтому начал понимать то что нужны материалы хорошие материалы качественные долговечные и материалов не найти таких то есть или можно найти конечно где-нибудь за рубежом вот но у нас такие к сожалению нету и начал постепенно осознавать то что можно все-таки двигаться с хорошим материалом в сторону еще экологии так мне родилась идея первое то что я допустим могу ходить в магазине секонд-хенд и там покупать эти материалы качественные допустим куртки сделаны из этого классного материала который здесь не достать я могу их допустим раскроить из них шить сам что-нибудь вот в какой-то момент соединились до ваши знания и навыки про то как делать одежду и сумки и экология да да это все вывело на такой путь честно говоря это было очень неожиданно потому что я всегда был за экологический путь развития вещей но не настолько чтобы прямо делать что-то да я раздельно собирал мусор примерно осознавал что я покупаю что как я это использую не выкидывал материал которые не служили до конца но вот это привело меня в эту дорогу в принципе я очень счастлив здесь находиться и не ожидал что так будет артур вы сказали что ваши вещи ваши сумки которые вы создавали вот до этого были популярны а популярны ли вот такие изделия чехлы из таких материалов сегодня как развивается это направление развиваемся довольно хорошо на самом деле очень пытаемся расширить ассортимент сейчас даже не давали никакой рекламы но все равно поступают заказы люди пишут очень приятно осознавать то что люди поддерживают нас и мы поддерживаем их очень хорошими продуктами потому что эти чехлы будут служить очень много лет и это реально вещь которую мне кажется не найдешь мы делаем индивидуальный пошив под любые изделия мы делали чехлы для синтезаторов чехлы для сноубордов скейтбордов в общем и до сих пор делаем под любые изделия которые вам понадобятся а вот чехлы для тех изделий которые вы назвали например там для сноубордов для синтезаторов они довольно дорогие на рынке вот когда вы делаете из таких материалов шьете специально получается ли из точки зрения вот бюджета заказчика дешевле или нет все получается да конечно мы сейчас делаем дешевле так как мы лишь начинаем эту дорогу пока что мы не можем поставить ценник на наши изделия выше чем рыночный точно поэтому пока что мы ставим среднюю цену может быть и ниже потому что тоже постепенно наращиваем обороты есть возможность пока к вам обратиться друзья кому нужно мы напишем канал в инстаграме куда можно обратиться посмотреть что вы создаете артур назовите пожалуйста еще раз вот вы уже немного сказали об этом но еще раз назовите ткани которые вы используете материалы которые могли бы оказаться где-то на свалке вместо этого получается такие замечательные вещи вот чехол для ноутбука он полностью из вторичных материалов полностью все что вы видите это все вторичные материалы которые в принципе которых бы здесь и не должно быть то есть не да не должны были где-то пылиться там в подвале дальше или быть на свалке да как вы сказали красиво очень но полностью вторичных полностью ничего нового здесь не было куплено молния взятой из кофты подкладка дождевик это самый основной материал это бан информационный баннер вот это баннер был здесь о пользе езды на велосипеде вот это все перечислялось почему информационный стенд и вот это превратилось в такую прекрасную вещь и это во-первых это вторичный материал это экологично и это очень функционально что это же чтобы хочу чтобы на это обращали внимание потому что он прослужит очень долго это репестоп материал это баннер плотность гораздо плотнее чем или надежнее чем чем другие вещи на данном сегменте как вы планируете развиваться ведь есть еще другие какие-то материалы возможности технологии инновации будете что-то применять какие ваши планы каждый день приходит идеи идеи очень много прямо теряешься в этих идеях потому что субсил хватило все реализовать возможности постепенно постепенно стараемся на испыляться и фокусироваться в общем материалы приходят каждый день новые сейчас вот на стадии такой то что мы будем делать из пакетов материалы то есть будем присылать пакеты пакет с пакетами которые есть каждого дома оставшиеся вот где-то ненароком чем этих пакетах мы попрессуем и сделаем материал и из него можно сделать то же изделие вот вот такой план сейчас пока что в этом направлении двигаться а также тенты это наша находка тент и сейчас наше все потому что тент даже лучше чем баннер плотнее и более эластичный подходит для создания большого ряда других вещей артур а если у кого-то есть такие материалы например тент и баннеры какие-то можно например вам их как-то передавать или может быть заказки своих материалов уже изделия нужно нужно передавать обязательно если есть какие-то ненужные материалы если если хотите попробуйте сами шить что-нибудь вот я только за чтобы люди брали свои собственные вещи да и а так если просто лежат приносите обязательно что-нибудь сделаем принимаем trade-in ваши материалы делаем также по вашему желанию что угодно из них можно даже не только не уже носили пакеты такие торбы эти рыночные как на комаровке будет ходить в общем и все такого можно что-то достать и сделать но очень креативно в этом такой человек направлении да уж это занимает очень много времени но такая отдача мне очень нравится что я делаю такие замечательные слова такие замечательные мысли и польза для экологии мы желаем вашему проекту развития и с большим удовольствием будем рады встречать вас в нашей студии еще с новыми информационными поводами с новыми какими-то креативными идеями спасибо вам огромное спасибо вам большое дорогие эко-френды всем до свидания до новых встреч я надеюсь сегодняшняя встреча вам понравилась если да ставьте лайки и нажимайте колокольчик чтобы не пропускать наши новые видео